Хоккеисты полюса нередко радуют Владивосток своими результатами на приморских и даже всероссийских соревнованиях. Но не каждый воспитанник этого спортивного клуба спустя годы попадает в юношескую сборную России. Виталию Кравцову сделать такой прыжок в карьере удалось. МХЛ, ВХЛ, КХЛ, пройдя через все знаменитые чемпионаты страны, Виталий теперь уже как игрок национальной команды приехал навестить своих первых в жизни наставников. На поле он был самый техничный парень. То есть руки у него всегда были с самого детства. Такие, как в хоккее есть такое название – веселые руки. Вот, за счет рук, за счет катания. Вот, он был всегда в бомбардировке. То есть он где-то, если не первым, в основном первым, ну где-то и вторым. Виталий в 2010 году был одним из вот таких маленьких хоккеистов полюса. Своей игрой удивлял наставников. Даже голы у него были оригинальные. Сегодня в свои 17 лет находится в расположении хоккейного клуба «Трактор». Символично, что свою первую игру за челябинцев Кравцов провел именно против приморского адмирала. Не успев толком нарадоваться новым для себя статусом КХЛ, нападающий решил пойти еще дальше. Ну, еще по хоккейной школе получилось так, что вызвали на просмотр, на сборы. Нужно больше тренироваться, больше работать над собой, чтобы попадать в первую пятерку, во вторую и биться с канадцами, с теми же, с американцами. История Кравцова определенно интересная. Однако, как отмечают тренеры полюса, выход местных спортсменов, так сказать, в свет – дело довольно обычное. Дети с возрастом частенько оказываются, если не в национальных составах, то, по крайней мере, в знаменитых российских клубах. Допустим, у меня 2001 год, сейчас мальчишка в ЦСКА играет по своему году, в Динамо Питерска уехал мальчишка 2001 года, которые победили в Золотой Шайбе, потом несколько человек в Хабаровской в Амур уехали. Много ребят уезжают. Даже 2006 год у меня мальчишка уехал в Крылья Совета. Подобные примеры в пух и прах разбивают высказывания вроде «за Уралом спорта нет». Как оказывается, и из Владивостока есть дорога в профессиональный хоккей. Нужно лишь не останавливаться и всегда стремиться к чему-то большему. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом.